Тема нашей конференции общая – это безопасное материнство. Но обратите внимание, что мы сегодня очень много говорим о именно эндокринных генкологических проблемах. И если вы помните, какие были национальные программы наши с 1995 года приняты, то в каждой программе небольшое внимание уделялось людям, которые живут после продуктивного периода. И как сегодня уже об этом говорила Динария Михайловна, дело в том, что увеличивается продолжительность жизни и женщин, и мужчин. Мужчин меньше, к сожалению, чем женщин. И к 30-му году считается, что каждый пятый житель нашей планеты – это будет женщина старше 50 лет. Время лежит очень быстро. И когда я заканчивала интернатуру, очень замечательно был такой пожилой доктор, который когда-то был главным обученным генекологом железной дороги, Южной, Занепасской железной дороги. Он, провожая уже большую жизнь, сказал мне, запомнила я, когда часы идут, одни бегут, а года летят. Я тогда не поняла смысл этого выражения, но с тем временем, которое я прожила, я вижу, что жизнь такая скоротительная. Так быстро она пролетает, и наступает тот период женщины, который называется «золотой осенью». И она еще способна и жить, и творить. И время такое становится какое-то быстро улетающее. И наступает тот период, когда приходит налогическое старение. Константин Халла сегодня сказала, что оно, к сожалению, запрограммировано еще внутриутробно. Но внутриутробно закладывается и вориальный запас, внутриутробно закладывается и время наступления венопаузы. И все болезни, которые в протяжении жизни могут появиться у каждого индивидула, тоже генетически обусловлены. Но я хотела бы остановиться на одной проблеме женской, которая беспокоит, начиная, ну, наверное, со 17-летнего возраста женщин, а это изменение кожи. Так вот, кожа является зеркалом вообще внутренних органов, состояния здоровья женщины и мужчины в том числе, и детей тоже. И все это у нас с вами зависит от гормонального профиля. Дело в том, что изменение гормонов именно яичников, эстрогена и протестерона, обуславливает состояние кожи. Так, при низком содержании эстрогенов повышается транс эпидермальная потеря воды. То есть, вода выходит из клеток. Клетки, ну, если так образно, начинают уменьшаться, появляются те мощины, которые начинают волновать женщину уже с 30-летнего возраста. К середине эстрального цикла, когда повышается выброс эстрогенов, транс эпидермальная потеря воды снижается. Но в то время, когда начинает повышаться, увеличивается количество протестерона и постепенное снижение эстрогенов, активизируются сальные железы и у 70% женщин появляются акмы в различной степени тяжелых проявлений. К середине эстрогеновой фазы начинает снижаться эластичность кожи, снижается, повышается транс эпидермальная потеря воды и снижается количество гиалуроновой кислоты. И вот при менструальном периоде у женщин часто обрастаются различные дерматологические заболевания. Молодая кожа прекрасна за счет высокого уровня гликогминов кожи, высокого уровня гиалуроновой кислоты. И то, что вы знаете, что существует несколько типов коллагенов, и здоровый коллаген, так называемый, это третьего типа. Так вот, в молодом возрасте коллагена третьего типа больше, чем первого типа. Кожа упругая, увлажненная, очень красивая. Но приходит время золотых поры, наступает дефицит половых гормонов, снижается вначале количество гиалуронов и эстрогенов, тестостерона. В это время снижается эластичность кожи, повышается транс эпидермальная потеря воды и снижается выработка гиалуроновой кислоты. Происходит изменение внешности у женщины, изменяется ее фигура, изменение происходит в коже. Сторейшая кожа, она и морщинистая, и сухая, и турборы снижены, эластичность снижена, за счет того, сухость повышается. И в этот период проявляются кранические заболевания кожи лица. Это и розоцин, это и заболевания склеродермия, чаще всего в этом возрасте бывает. И, конечно, за счет снижения стероидных гормонов. И очень часто дерматологи, начиная лечение женщин после 40 лет, стали теперь обращаться к гинекологам-эдекринологам, потому что они тоже поняли, что это связано с дисбалансом гормонов. В климатическом периоде нарушается еще и строение волос, развивается аллопеция у женщин, которая может быть по-андрогенному, типа дифозная. Это тоже беспокоит наших женщин. Профилактика гинекологических нарушений, разработанной школой Татьяны Феофоновны, включающей в себя первичную, которая начинается прямо с 18 лет и до 35 лет, и должна продолжаться всю жизнь. Это и физические упражнения, это правильное питание, борьба с ожирением. Вторичная, которая идет с 36 до 35 лет, это продолжение физических упражнений, опять же питания и уже использование различных препаратов, гормон замещающего характера. Здесь же можно использовать, начинается уже лечение, и самое главное, влияет на состояние здоровья женщин в элитическом периоде, это идет сеть жизни. Основные принципы терапии гинекологических расстройств, это и медикаментозная терапия, это и не гормональная терапия, и гормональная терапия. И когда женщина стоит перед выбором, что же ей принимать, то она ставит несколько вопросов. Это возможно ли длительно принимать те препараты, мы знаем, что заместительная гормональная терапия на сегодняшний день ограничена во времени ее приема. Следующее, что как повлияют эти препараты на ее молочные железы. Возможно ли стимуляция очагов эндометриоза, возможно ли рост биоматозных там узлов. И как же женщина, конечно, больше всего волнуется по поводу своей кожи, улучшится ли состояние кожи, если она будет принимать различные препараты. Факторы, которые сегодня снижают приемлемость золотого стандарта лечения климатерического, заболевания климатерического периода, это заместительная гормональная терапия. Они могут быть субъективны. Наше население боится гормонов в любом проявлении. Поэтому здесь в первую очередь это онкоболе. Второе, что во всем мире женщины не хотят, чтобы у них возобновились менструальные подобные выделения. Вы знаете, что заместительная гормональная терапия очень часто дает возможность женщинам получать менструальные выделения. Затем заместительная гормональная препарата, особенно в адаптационный период, вызывают масталгию, мастодинию. И иногда у некоторых увеличивается масса тела. Ну имеется же абсолютное противопоказание для назначения заместительной гормональной терапии. Это и онкозаболевания. И существуют относительные противопоказания. Это джендометриоз, миома, матки, заболевания, варикозное там расширение вен и так далее. На сегодняшний день, слава богу, имеются астернативные методы лечения патологического течения климакса. Это использование селективных эстраген-рецепторов, модуляторов и натуральных растительных препаратов. Они между собой делятся на фитоэстрогены и фитогормоны. Понятия не сождественные. Вот об этом очень часто путают наши коллеги. Дело в том, что фитоэстроген – это природное вещество, которое входит в состав растений и обладает эстрогенным и антиэстрогенным действием. По сравнению с 17-бетаэстрадиолом, они, конечно, в 100 до 1000 раз обладают меньшим эффективным действием. Но отдельные фитоэстрогены относятся к разным классам химических висит. Это изофлабоны, которые находятся в СОИ, в Куэр-Ре, это тениловая флабоноид, это в мире, это и кумистаны в Куэр-Ре и леганы в Симирина. Но они все имеют структуру, сходную с эстрадиолом. Они все связываются с эстрогенными рецепторами. Есть такое образное выражение, что подходят как ключ к замку к эстрогеновым рецепторам. Фитоэстрогены – это тоже растительные вещества, природные вещества, они тоже содержатся в растениях. Но они не обладают эстрогенным эффектом, но в то же время способны положительно влиять на симптомы генопаузы. Экстракции месифуги и дудника китайского и относятся к эстраду фитоэстрогенов. Фитоэстрогены унитают, обратите внимание, проэкспирации клеток ацепических, не только половых органов, но и клетки желудки, кишечники, молочные железы. Следующее, что фитоэстрогены унитают активацию факторов роста, в частности, педомального фактора роста, инсулино-подобного фактора роста, опухолевого фактора роста. Следующее, что фитоэстрогены принимают участие в снижении типических клеток молочной железы, образование активных форм кислорода, активность норово-таз и активность левосомальных С6-киназа. В то же время фитоэстрогены стимулируют, а именно апоптоз, атипически измененных клеток. Следующее их личное действие, что они стимулируют активность простагландин-Аштинпитазы и повышают эфирическое действие. Чем это связано? Это связано со следующим, что фитоэстрогены связываются с эстрогеновыми рецепторами. Существует два типа эстрогенных рецепторов – альфа и бета. Обратите внимание, что большинство альфа-рецепторов расположены в молочной железе и матке, а бета – это в костной системе, сосудистой системе и клетках мозга. Вот связываясь с рецепторами бета, то есть улучшается состояние именно костной системы, улучшают они следующее, что повышается свойство мозга для запоминания и так далее. И связываясь с рецепторами бета или сосудов, улучшают сосудистый тонус и являются профилактикой тарсидоратических изменений. В то же время, не связываясь с рецепторами альфа, не вызывают изменения гиперпластические процессы в матке и в молочных железах. Но все время же существует вопрос. На самом деле фитоэстрогены не обладают санцеродинным действием. Были произведены несколько исследований. Вот в Германии проведено исследование, в которое было включено больше 10 тысяч женщин, показало, что в группе, в которой женщины в анализе был рак молочной железы, получали фитоэстрогены в течение 3 месяцев, а затем и больше, не произошло метастазирования и других каких-то побочных нежелательных эффектов. В то же время, в здоровых группе женщин, где было больше 6 тысяч, которые не получали фитоэстрогены, были обнаружены в появлении опухолей и молочных железах. Кроме того, в мае проведенный мета-анализ 96-ти статей доказал, что не существует связи между приемом фитоэстрогена и раком молочной железы. Конечно, фитоэстрогены являются препаратами выбора. Мы должны с вами помнить, что в центре нашей системы находится женщина. Не наше с вами желание, не желание различных паркомпаний продвинуть свои продукты. А вот женщина сама должна выбрать тот метод лечения, тот препарат, те гормоны, фитогормоны, изместительные гормональной терапии, которые, на ее взгляд, будут улучшать качество ее жизни. Фитоэстрогены показаны при легких и умиренных климатических проявлений в момент лазального периода для профилактики в течение сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза. И обратите внимание, что на сегодняшний день их предлагают, и они широко используются для профилактики и коррекции фотостарения кожи, гормонозависимых заболеваний кожи. Ими используются для комплексной программы коррекции возрастных пигментаций. Каким же образом фитоэстрогены влияют на кожу? Они обладают как эстрогеноподобным действием и невермональным действием. Но эстрогеноподобные действия, конечно, условлены на действие эстрогена, именно что повышается количество диалуроновой кислоты, снижается трансфобидермальная потеря воды, повышается количество коллагена третьего типа, которые являются каркасом для поддержки кожи. Негормональное воздействие – это действие, которое обладает, что повышается рано заживление, затем противовоспалительное и нас антиоксидантное действие. Ну и хотела бы вам пару слов сказать о препарате, который является как бы комплексным препаратом растительного происхождения, в которое входят и фитоэстрогены, и фитоэстрогены, и препарат, который несет большое количество природного кальция. Лафимин эффективно снижает менопоззальные симптомы за счет фитоэстрогенов, которые экстракт миля и экстракт байквери. И фитоэстрогены – это экстракт цимцифуги, экстракт, лишая дудника китайского, а также фитоэстрогеноподобного действия фитоэстрогенов, который ямс, который тоже входит в его состав. Что делает эстрогеноподобное действие? Быстро оккупируются приливы, уменьшаются приступы потливости и сердцебиения. Кроме того, обладает мощным антиоксидантным действием, гипотензимным действием, антиагрегантным действием. В результате нормализуется артериальное давление и не развиваются атеросклеротические изменения. И важное свойство – это единственный растительный фионепрепарат, который содержит ровный кальций с высокой его биодоступностью и предупреждает именитинерализацию постной ткани, препятствует развитию степороза и улучшает состояние кожи, волос и ногтей. В нашем центре трения планирования химии было начато сейчас исследование с использования лофимином женщин в глимактериическом периоде. Мы в течение трех месяцев оценили именно паузальный индекс и увидели, какие прекрасные получили результаты. Безопасность была доказана методом ультразбоя. Ковой диагностики, переносимость терапии в основной группе, те, которые принимали лофимину, была отличная, почти 60%, хорошая – 38% и удовлетворительная – 3%. В течение этих трех месяцев мы наблюдали за состоянием кожи. К обцу третьего месяца у женщин улучшился торгот, повысилась эластичность и снизилась сухость кожи. Исследования эти не закончены. Мы хотим присоединить к дерматологам, чтобы с их помощью найти более лесткие доказательства вот этих положительных влияний использования растительных фитоэстрогенов и гормонов на кожу. В заключение, хотела сказать, что гормональная терапия и золотой стандарты – это, конечно, заместительная гормональная терапия, но ее можно назначать только с наличием показаний индивидуальной переносимости, и чтобы женщины этого хотели и приветствовали именно заместительную гормональную терапию. Фитоэстрогены, фитоэстрогены на сегодняшний день – это своеобразная надежда как и для пациента, так и для врача при наличии противопоказаний, как для детей. И фитоэстрогены являются на сегодняшний день именно таким желанным препаратом, который поможет женщине сохранить свою привлекательность, красоту и выглядеть, предположим, на 10 лет нам уже. А хотя бы на 10 лет их старше. Спасибо вам большое за внимание.